Друзья, всем привет! Сегодня в Москве проходит День перемен. Скажите, что такое День перемен, что вообще сегодня будет, почему его решили провести? Ну, вообще говоря, это уже вторая такого рода акция, второе мероприятие, потому что вы знаете, что в связи с принятыми в свое время решениями мэрии Москвы публичные мероприятия запрещены в любом форме, в любом виде. И поэтому единственное, что осталось, это форма каких-то гуляний, которые никак не урегулированы в законе. То есть они проходят без политической атрибутики, без соответствующих заявок на проведение публичного мероприятия, соответствующие органы власти. То есть формальная сторона, юридическая сторона заключается в том, что это просто форма общения граждан, не более того. Как стратегия 31, типа, да? Да, но дело в том, что стратегия 31, она такая директивно прямо действовала, у нее была цель политическая и прямая, и ясно выраженная, плюс она была конфликтная, а мы все-таки несем ответственность за людей, поэтому ряд политических блогеров объединились для того, чтобы как-то людей не упустить, потому что они не могут уже никоим образом выражать свою позицию. Сейчас уже политические репрессии, то есть обстоятельства для политических убийств. И вот это пока сейчас единственная возможная форма какой-то возможной коммуникации. А какие требования? Они заявлены. Мы поддерживаем, в первую очередь, протесты жителей Хабаровского. Хабаровска, они тоже выходят сегодня. Это, в общем, такая спаренная мероприятие. Почему именно по субботам? Во-вторых, конечно, это выступление против политических репрессий, против заказных политических убийств, как это было с Алексеем Навальным, против, так сказать, ряда людей, которые сейчас находятся под арестом, в том числе и Платошкин, такой известный политический деятель. Вот, то есть нет такой явной политической окраски либералов здесь, или левые, или правые, и так далее. Это не играет никакой роли. Имеет значение начало вот этого процесса. Потому что, как только появится возможность проведения публичных мероприятий, стратегия гражданского вот этого протеста, она оформится, и мы подадим заявку на проведение большого митинга официального. Но сейчас это невозможно в силу того, что вот устроим концлагерь посредством, и при помощи этого коронавируса, и провести нормальное мероприятие с призывом прийти туда всех москвичей, вот, возможности такой нет. Плюс, есть вторая особенность, это всероссийское мероприятие. Ровно то же самое делают в ряде городов люди, активисты политических объединений, которые выходят у себя, к главным местам своего города. Предлог, опять же, я повторяю, гуляния, кормления голубей, это неважно. Это способ просто прикрытия от репрессий этих людей, чтобы их не забирать. Вот, собственно, и все. Да, Дарусина, представитель Александра Шестуна. Расскажите, как сейчас Александр, на какой стадии следствия, и для тех, кто не знает, пару слов, за что его посадили. Да, Александра Вячеславовича посадили, арестовали в 2018 году за то, что он противостоял мусульному полигону Лесная. Один, единственный из глав муниципалитетов в Подмосковье, который возглавил этот протест и также за то, что он отказался уже перед ФСБ и в администрации президента писать заявление об отставке с открытой датой, опубликовал это все, все угрозы. За это, собственно говоря, был бассаж. Следствие уже завершено предварительно, и сейчас идет суд. Суд идет общественными пьющими нарушениями. Во-первых, почему-то избрали именно Подольский городской суд. Это неудобно по двум причинам. Во-первых, жители Стерпуховского района не могут приехать в Подольск и поддержать. А во-вторых, те активисты из Москвы, которые тоже интересуются подобными политически мотивированными делами, тоже особо им неудобно ехать в Подольск. Более того, судья Юферова, которая ведет процесс, она делает все, чтобы те, кто добирается из людей, и они не могли на него попасть. То есть она ввела обязательные справки от COVID, что должны люди предоставить. Но одна справка, вот, например, в Стерпухове только на платной основе их можно получить, она стоит 2 500, и для людей это ощутимо. Как еще идет процесс? Ну, вот выступали свидетели. Самое смешное, что кто-то в чем его обвиняет, что якобы там на мошенничество, что он 4 участка администрация незаконно как-то или по какой-то заниженной цене продала, ну, грубо говоря, с нарушениями продала частнику, да. В итоге вот отпросили уже более 40 свидетелей в том числе юристов, экспертов-земельщиков, да, зам их главы. И ни один человек не смог вообще даже объяснить, что нарушено, потому что ничего не нарушено. Профессору Соловью подошли полицейские. Непонятно, что требуют. Сейчас начнутся гуляния по Тверскому бульвару. Где вас искать? Подобного рода голосования даже выбрали этого завода. За конституцию. Вы видели результат? Я, мы, Сергей Фургал. Кесак последние 6 лет. Силы делать парабежки, кроме прогулок. Где было это? Да. Давайте,. А на самом деле, я говорю, что он изменился. Да, да. Это не жалко. Я не знаю. Я боюсь Butik ty, но... Привет, горячий. Москвичи будут выходить, может быть, не сразу. Мы их поддерживаем всей душой, но действием пока мало. Будем стараться. Будем. Привет, Хабаровск. Чтобы все было хорошо. У них получится или нет? У них все получится. У нас всех получится, потому что мы все объединимся. Возьмемся за руку. В колонна там 20-30 тысяч человек. Еще на подходе. Хорошо, хорошо, хорошо. Слушайте, несколько десятков городов. Снова подошла полиция. Друзья, опустите. Друзья, пожалуйста, опустите плакаты. Не надо. Не надо создавать себе проблем на пустом месте. Полиция требует обрать плакаты. А где они? Не надо. 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 Пожалуйста. Друзья, я думаю, около тысячи человек участвуют в акции. Дошли до конца бульвара, к зданию ТАСС. И, собственно, здесь заканчивается мероприятие. Вроде как. Очнитесь, одумайтесь. Повторяю, не призываю к экстремизму. Призываю думать и формировать мысли. И требовать от депутатов законопроекты, которые обещали об избирательной системе, о ремонте избирательной системы. Чтобы таких фальсификаций не было. Хотя бы, в первую очередь, отменить этот формат трехдневного голосования. Начать с этого. Вот на этой ткани печатать, они говорят, краска провалится, не получится. И пришлось вот кривыми руками пришивать. Ага. Собственно, я, честно говоря, я бы, вот если бы не Навальный, а его жена была бы президентом, я бы даже с большим удовольствием голосовал. А они друг друга скулили. А он, нет, они его бы потрясающие. Не, они и он потрясающие, но она, которая вообще, она, это шекспировская абсолютно история. Прям красавцы. В окружении других красавцев. Каши вам по крайности! Каши, каши... Каши, 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 каши. Каши, каши! Каши, 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 каши. Подъехали полицейские и схватили Валерия Соловья. Хватили Валерия Соловья. Не мешайте проходу других граждан. Уважаемые граждане, просьба разойтись, не мешайте проходу других граждан. Подписываемся на мой канал, ставим лайки, комментируем видео, будет много всего интересного. До новых встреч!